Елена Подкаминская это актриса сыгравшая во многих российских проектах как в театре, так и в кино. Ее фильмография довольно обширна, однако настоящая популярность пришла к нашей сегодняшней героине сравнительно недавно, после выхода на экраны сериала Кухня. Данный телепроект канала СТС принес актрисе заслуженную славу, а потому сегодня ее творческими успехами интересуется огромное количество людей. Покопаться в биографии актрис сегодня решили и мы, ведь что может быть интереснее чушьих тайн? Елена Ильинична Подкаминская появилась на свет 10 апреля 1979 года в российской столице, городе Москва. Ее родители были представителями мира искусства, особенно примечательной личностью в этом плане остается ее отец, основатель и руководитель музыкальной студии «Радуга». Кроме того, отец нашей сегодняшней героини является лауреатом нескольких престижных премий, в том числе и гранта президента РФ, а также создателем колледжа искусств подмосковной Щербинки. Весьма примечательно, что именно это учебное заведение и окончила Елена Подкаминская. Здесь она получила начальное актерское образование, а также стала одной из лучших учениц на своем потоке. После этого будущая знаменитость отправила учиться в высшее театральное училище имени Щукина. Поступить молодой актрисе удалось уже с первого раза. Более того, заметив талант молодой актрисы, многие известные педагоги стали один за другим приглашать ее в свои группы. Выбирая среди многих вариантов, Елена остановила свой взор на студии Александра Шевринка. Именно он впоследствии стал ее учителем и наставником. Весьма примечательно, что жалеть о приглашении талантливой молодой актрисы признанному метру так и не пришлось. Долгое время они плодотворно сотрудничали в рамках студенческих постановок Щукинского училища. После окончания курса Александр Шевринд и Елена Подкаминская стали также вместе работать в Московской академии театра сатиры. Выступать на местной сцене наша сегодняшняя героиня стала в 2001 году, сразу после окончания театрального вуза. Беременность не заставила Подкаминскую забросить актерскую работу. В 2017 году Елена снова появилась на одной съемочной площадке вместе с актерами знаменитого комедийного коллектива «Квартир И». Она вернулась к роли Насти в комедии «О чем говорят мужчины» продолжение. Также артистка снялась в картине «Без следа» и шпионском фильме «Спящие». Подписчикам инстаграма мама двух детей удивляет новыми фото, на которых предстает в очаровательных нарядах, в купальнике, подчеркивающем стройность ее фигуры. Поклонники актрисы отметили, что она похудела после родов и быстро пришла в форму. Нередко публикуя снимки с отдыха, артистка появляется и без макияжа. Сейчас продолжается работа над комедией «Дневник новой русской», где Елена Подхаминская предстанет в образе главной героини-психолога Нади, которая сама попадает в сложную жизненную ситуацию. Девушка состоит в отношениях с женатым коллегом, но в ее окружении появляется привлекательный мужчина Андрей, после чего начинаются проблемы. В 2018 году стартовали съемки криминального фильма «Нулевой мир», в котором Елена пристала в роли второго плана. Также в выпуску готовится экранизация фантастического романа Евгения Мятина «Мы», в котором Подхаминская снимается вместе с Егором Корешковым, Юрием Колокольниковым, Филиппом Янковским и Дмитрием Щеботаревым.